Сентября украинские военные на Донбассе спикер Министерства обороны. По его словам, глава ведомства Степан Полторак подписал соответствующий указ. В пресс-службе министерства пояснили, что по решению министра денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты вырастет на 15-20%. Также личный состав, выполняющий задачи на первой линии обороны, будет получать дополнительно 10 тысяч гривен в месяц. Доплаты для тех, кто находится на второй линии составят 4,5 тысячи. Турция не одобряет санкции, введенные ЕС против России за аннексию Крыма и в целом не поддерживает такой способ решения проблемы. Об этом, по данным местных СМИ, заявил министр иностранных дел страны Мевлюд Чавушаглу. По его словам, Турция много страдала из-за санкций и введения ограничительных мер против ее соседей и партнеров наносит серьезный ущерб экономике страны. Он добавил, что прежде чем вводить санкции, нужно обдумывать доступные альтернативы. Чавушаглу добавил, что Анкара отдает предпочтение диалогу, который не навредит экономике Турции. Японский автопроизводитель Mazda Motor объявил о разработке инновационного двигателя Skyactiv-X. Он позволит сократить расход бензина на 30% за счет отказа от свечей зажигания. Такими двигателями машины японского автопроизводителя будут с 2019 года. В новом двигателе воспламенение топлива происходит путем сжатия, поэтому ему в большинстве случаев не требуются свечи зажигания. Однако совсем отказаться от свечей зажигания не планируется. Они будут по-прежнему включены в конструкцию для особых случаев. К примеру, запуска двигателя при экстремально низких температурах. По словам экспертов, новая технология позволит повысить эффективность расхода топлива до уровней, сопоставимых с дизельными моторами, без характерного для последних выхлопов значительного объема оксидов азота. Ученые рассказали о самом крупном в мире динозавре, останки которого нашли в Аргентине 5 лет назад. Скелет этого гигантского динозавра едва умещается в огромном зале Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. По словам ученых, этот доисторический ящер – самое крупное наземное животное из всех, когда-либо живших на планете. Мы начали раскопки, пытаясь найти как можно больше костей этого животного. В итоге обнаружили более 150 костей. Они принадлежат совершенно новому виду, который оказался самым большим из всех известных видов динозавров. Ученые отнесли доисторическое животное к роду титанозавров. Он входит в группу зауроподов – четвероногих растительноядных динозавров. Название новому виду дали – патаготикан майорум. Сравнивая форму и размер каждой кости, мы выяснили, что они отличаются от всех известных. Это новый вид. Это все равно, что сравнивать скелет льва и тигра. Они разные. Длина скелета титанозавра – 37 метров. По оценкам ученых, ящер весил от 63 до 69 тонн, почти как космический аппарат. Жил он в меловой период – 100 миллионов лет назад.